Сегодня у нас знаменательное событие, круглый стол, посвященный столетию военно-воздушных сил России. Буквально через 10 дней вся страна будет отмечать это важное событие. И сегодня у нас люди приглашены, которые имеют непосредственное отношение к военно-воздушным силам. И мне хочется каждому из них дать как можно больше возможностей сказать, что они думают об этом. Но сейчас хочу сказать следующее. Действительно, критики в адрес наших военно-воздушных сил сегодня немало. И, наверное, тоже справедливо, потому что мы непростые времена переживали. Иногда даже не было возможности получить топливо для полетов летчиков. И понятно, что если летчик не летает, то он не летчик. Сегодня такой проблемы нет. И сегодня мы получаем новые бомбардировщики, новые истребители. Сегодня летчики наконец-то становятся действительно профессионалами, потому что они могут летать. Ну все вы знаете, да, что в этом году был издан соответствующий указ президента Российской Федерации 12 марта 2012 года и номер 294, опразднование столетия создания военно-воздушных сил, который будет в августе месяц отмечаться у нас в стране. Значит, ну в принципе, на мой взгляд, дата тоже выбрана, в общем-то, условно. Как в свое время летие флота мы отвечали, так в 1996 году, так и сейчас, столетие. Ну выбрана дата, значит, дата выбрана следующая. Это издание приказа номер 397 по военному ведомству в августе 1912 года, в соответствии с которым, значит, вводил в действие штат воздухоплавательное участие в Главном управлении генерального штаба. Ну всем понятно, что сразу, естественно, военно-воздушные силы создаться на ровном месте не могли, но, скажем так, зарождение можно рассматривать именно вот с этой даты. Первый этап, он, значит, в хронологической рамке первого этапа, опять же, с небольшой долей условности, это 1912-1920 год. Если быть более точным, то второй этап начался у нас 25 марта 1920 года. Именно в этот день был подписан соответствующий приказ РЕВ военсовета республики номер 447 дробь 78. В нем значилось все авиационное, воздухоплавательное и гидравиационное дело республики объединить под единое командование. Единое командование в то время было Главное управление рабочих крестьянского Красного воздушного флота. В этот период уже, который, значит, охватывает 20-40-е годы, значит, качественно по-другому подходили к созданию летательных аппаратов. Процесс этот был уже не стихийный, а под конкретные требования соответствующие заказывающих организаций. Ну и в рамках этого этапа военная авиация пришла к принципу, то, что можно и нужно, уже отошел принцип, и был другой принцип, что нужно для обороны страны, что нужно для нужд страны. Третий этап, я просто этапы назову, третий этап, значит, опять же, условно, это хронологическая рамка 1940-1960 годов. В этот этап характеризуется, в первую очередь, конечно же, это Великой Отечественной войной, где наша авиация, в общем-то, прошла нелегкий путь, но вышла из войны, в общем-то, достойно. Вот, и под девизом было все для фронта, все для победы развивалась авиация в годы войны. Ну а в первые послевоенные годы государство также не жалело средств для развития авиации. Все вы знаете, что где-то в начале 50-х годов у нас появилась уже реактивная авиация. Четвертый этап развития отечественных военно-воздушных сил – это 1960-1991 года. Это период самого бурного развития авиации в нашей стране. В те времена, значит, сколько было необходимо, столько выделяло средств для авиации. При этом, значит, создавались летательные аппараты, качественные, соответствующие требованиям того времени. Именно тогда, в этот период, произошло, в общем-то, деление авиации на дальнюю, военно-транспортную и фронтовую авиацию. Кроме того, уважаемая армейская авиация, она то передавалась из состава сухопутных войск военно-воздушные силы, то опять возвращалась из состава ВВС сухопутные войска. Ну, пятый этап начался с распадом Советского Союза и продлился, на мой взгляд, до 2008 года. Этот период характеризовался, в первую очередь, тем, что с значительным сокращением парка боевых летательных аппаратов ВВС России и постоянным изменением организационно-штатной структуры, частей соединений и объединений военно-воздушных сил. Также в это время произошло довольно-таки значительное событие. В 1997 году, вы помните, наверное, у нас была пятивидовая структура вооруженных сил, было пять видов, когда военно-воздушные силы были самостоятельным видом и ПВО страны были самостоятельным видом. Так вот, в 1997 году произошло объединение на базе двух видов, был создан один вид, который получил название военно-воздушные силы. С тех пор, в общем-то, в этом формате военно-воздушные силы и существуют. И уже авиация стала составной частью военно-воздушных сил. Сейчас есть такое терминологическое понятие, как авиация ВВС. Принципиальное изменение, которое произошло, это переход к авиационным базам. То есть, сейчас, допустим, опять же, скажу про морскую авиацию, в ВВС, по-моему, уже нет. А в морской авиации остался только один полк авиационный, это который, значит, базируется на тяжелой несущей крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Это 279-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк. Вот он как полк остался. А так там тоже базовая система, там тоже перешли к авиационным базам. Ну и также в настоящее время и на ближайшие перспективы системы вооружения авиации ВВС будут включать авиационный комплекс 4-го поколения, модернизируемые авиационные комплексы 4+, 4++ и авиационные комплексы 5-го поколения. Вот сейчас, например, идет замена активная, уже началась. Основный ударный самолет, значит, фронтовой авиации составит на авиациональный самолет Су-34, который идет на смену Су-24М. Понятно, что вооруженные силы вообще и ВВС в частности существуют для отражения внешней угрозы. То есть бессмысленно рассматривать собственные вооруженные силы вообще и ВВС в частности в отрыве от зарубежных стран. Потому что нужно именно... Все познается в сравнении, и сравнение надо проводить с другими странами. Если у нас, скажем, сократилось ВВС в 10 раз, а за рубежом в 50, то значит все нормально, как говорится. И вот я именно хочу провести некоторые сравнения с основными зарубежными странами. Естественно, в первую очередь у нас рассматривается НАТО как, ну так сказать, главный объект для сравнения, так сформулируем. По многочисленным конфликтам последних 20 лет мы видели, насколько велика роль авиации на Западе. То есть, собственно, авиация стала, естественно, главным видом вооруженных сил. И все войны решаются именно авиацией. При этом сегодня в НАТО, как мы знаем, 28 стран, 20 лет назад было 16 стран. И при этом 20 лет назад у одних Соединенных Штатов боевых самолетов было больше, чем сейчас у всего НАТО, включая и сами Соединенные Штаты. То есть там процесс сокращения авиации, в частности, тоже был очень активным и не менее активным, чем у нас. И причем, как ни странно, в НАТО осталось гораздо больше старых самолетов, чем у нас. Вот, скажем, тот Фантом, который сбили сирийцы месяц небольшим назад, имел возраст более 40 лет. И таких самолетов в ВВС Турции большинство. Даже в Соединенных Штатах, в которых, конечно, самые сильные ВВС в мире, здесь нечего говорить, и самые современные передовые ВВС в мире американские. Они, в первых главных силах, это высокоточное оружие и вот в сети центрических принципах ведения боевых действий. Но в то же время носителем высокоточного оружия все равно являются самолеты, а не что-либо еще. И эти самые сети тоже объединяют, в конце концов, боевые платформы, то есть, в частности, самолеты же. А сегодня в Соединенных Штатах, ну тут даже объединяя и с морской авиацией, и с палубной авиацией тоже, самолетов наименьшее количество за последние 70 лет, как минимум, то есть, с периода перед началом Второй мировой войны, а средний возраст боевых самолетов американской авиации самый большой вообще за всю историю их существования. То есть, американцы тоже встречаются с очень серьезными проблемами обновления своих ВВС, на что нужно очень много денег, которых начинает просто реально не хватать. Кроме того, они испытывают очень серьезные технологические проблемы со своими самолетами пятого поколения, Ф-22 и Ф-35, что, кстати, является очень важным уроком для нас, потому что наш прототип истребителя пятого поколения, Т-50 считается, так сказать, нашей гордостью, а неизвестно, насколько правильно сама концепция. То есть, американский опыт в этом плане поводов для особого оптимизма не дает. Европейские же ВВС вообще сократились до очень незначительных размеров многие, что, собственно, показала ливийская операция, от которой американцы отказались, по политическим соображениям, от участия в которой. А в результате вся Европа смогла выставить едва 100 самолетов для этой операции. И, причем, даже они воевали с большим трудом, потому что вот эти высокоточные боеприпасы кажутся вещью действительно замечательной и эффективной, но тоже, как показала практика, в частности ливийская, эта эффективность иногда достаточно сомнительная, потому что складывается ситуация, когда очень дорогостоящая ракета или управляемая авиабомба поражает цель, то есть, допустим, танк или орудие 70-х годов производства, которые стоят дешевле, чем эта самая ракета, которая их поразила. Это несколько сомнительный способ ведения боевых действий. И, скажем, просто мы наблюдали, как ВВС Дании за три месяца истратили все свои боеприпасы, хотя выставили всего шесть самолетов для ливийской операции, но за три месяца они истратили все боеприпасы ВВС страны и вынуждены были прекратить участие в операции. Вот сегодня все ждут, когда же начнется интервенция НАТО в Сирии. Интервенция не начнется пока, если только не развалятся вооруженные силы Сирии изнутри, просто потому что у Сирии очень мощное ПВО, и ВВС НАТО не готова против нее воевать, особенно учитывая, как много боеприпасов они истратили в Ливии. Это тоже надо все очень четко понимать. И, кстати, тоже надо извлекать из этого уроки, потому что у нас сейчас делаются заявления, что мы тоже полностью переходим на только высокоточные боеприпасы, а нужно посмотреть, насколько это на самом деле целесообразно и неправильно ли иметь сочетание того и другого. То есть на приоритетные цели высокоточные боеприпасы, а на не сильно приоритетные, может быть, и старые будут эффективнее. Но вот с другой стороны наших границ есть страна, у которой, да, очень быстро растет мощь военно-воздушных сил, это Китай, причем растет в значительной степени с нашей же помощью. То есть мы в начале 90-х помогли Китаю, так сказать, перепрыгнуть через поколение развития авиации, продав им Су-27 сначала просто как самолеты, потом лицензию на производство, потом они, как обычно, стали производить их уже и без лицензии, потому что Китай копирует все у всех и не считает нужным стесняться этого. Он обокрал не только нас, но тут уже это отдельная вообще большая тема. Вот эта страна очень быстро развивает свои ВВС и в количественном, и в качественном отношении. То есть вот если на Западе, так сказать, пожертвовали количеством в пользу качества, что привело к большим проблемам, о которых я сказал, то в Китае сочетают и то, и другое, и очень быстро наращивают свою боевую мощь. Хотя там есть, конечно, технологическое отставание в некоторых областях, вот двигатели они по-прежнему не могут производить, вынуждены по-прежнему их закупать в России. Но, тем не менее, они быстро устраняют эти препятствия. И вот, так сказать, с этой стороны у нас есть повод для сравнения не в нашу пользу. Скажем, по количеству тяжелых истребителей, сегодня китайский ВВС уже первый. И в мире они обошли и нас, и Соединенные Штаты.